МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть вечеров в столице. О главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар 24. В студии Батагос Саркулова. Здравствуйте. Усилить военную разведку поручил Хасмжимар Тукаев руководящему составу Министерства обороны. Она должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах. Важная миссия возлагается и на создаваемое командование сил специальных операций, отметил президент на совещании в столице. По словам Хасмжимар Тукаева, нужно в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению спецопераций совместно с другими силовыми структурами. Глава государства напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов и поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии. Президент также представил коллективу нового министра обороны Руслана Жексылыкова. 28 января пройдет внеочередной съезд Нур-Отана. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал первый зампред партии Болжан Байбек. Он также уточнил, что из-за сложной петь ситуации съезд пройдет в онлайн-формате. Напомню, по итогам прошедшего в ноябре прошлого года расширенного заседания Политсовета Нур-Отана стало известно о решении передачи полномочий председателя партии Хасмужварту Токаеву. Согласно уставу, избирание и освобождение от должности председателя относится к компетенции съезда политического объединения. Вывод миротворческих войск ОДКБ с территории Казахстана завершен. Из аэропорта Алматы вылетели последние самолеты с иностранными военнослужащими. Таким образом, на вывод контингента ушло меньше недели. Министерство обороны Республики выразили благодарность зарубежным коллегам за их помощь. Ведомстве подчеркнули, задачи, поставленные главами государства ОДКБ перед военными, были выполнены в полном объеме. Напомню, миротворцы были задействованы в охране стратегических объектов. Всего в стране находилось больше 2000 военных и 250 единиц техники. В настоящее время на территории Республики Казахстан нет военнослужащих иностранных государств. Поэтапный вывод из нашей страны объединенного миротворческого контингента ОДКБ осуществлялся согласно обозначенным верховным главнокомандующим вооруженными силами президентом Республики Казахстан Хасымжамар Кемилевичем Тухаевым сроком, начиная с 13 января текущего года. Итоги миротворческой миссии в Казахстане войск ОДКБ сегодня подвел и командующий контингентом Андрей Сердюков. Интервью журналистам он дал прямо на взлетной полосе Алматинского аэропорта. По словам Сердюкова, свою задачу миротворцы выполнили. Военные показали высокую выучку и профессионализм. Также им удалось избежать провокаций. Сегодня, 19 января, на родину пункты постоянной дислокации возвращается последнее подразделение и командование миротворческих сил. Я желаю народу Казахстана мира и процветания. В Казахстане изменят конституционный закон о выборах. Сегодня в Мужелесе поправки представил министр юстиции. Главное изменение в документе, со слов Каната Мусина, это включение в 30-процентную квоту новой категории лиц с инвалидностью. До этого в партийной списке было необходимо обязательное включение женщин и мужчин до 29 лет. Ожидается, что законодательные новеллы позволят устранить социальный дисбаланс в обществе. Во время обсуждения депутат Мужелесаи Аманжан Жамалов уточнил, возможно ли четкое распределение в рамках квоты и установление определенного числа женщин, молодых людей и инвалидов. Как заявил министр, в этом нет необходимости. Члены партии будут самостоятельно распределять квоту, исходя из поставленных задач. Казахстан планирует объединить отечественный рынок электроэнергии со странами Евразийского экономического союза. Соответствующий документ сегодня ратифицировал Мужелес. Единый энергорынок ЕС предполагается сформировать путем интеграции национальных сетей Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Министр энергетики Булат Акчулаков считает, что создание общего рынка позволит повысить эффективность использования генерирующих и передающих мощностей, а также обеспечить рост объемов взаимной внешней торговли. Предполагается, что повысится и конкуренция среди энергопроизводящих организаций. Как пояснил глава ведомства, ратификация протокола не приведет напрямую к росту цен, поскольку лишь описывает правила взаимодействия. В случае импорта дорогой, конечно, есть вопрос. То есть, если импортная, это так же, как и, допустим, с нефтепродуктами все время было. Дорогая, если электроэнергия импортируется, конечно, это приводит к определенному росту цен, но не связанному с политикой внутри Казахстана. То есть, мы свои цены утверждаем и держим. Если мы будем испытывать огромный дефицит, и перетоки пойдут большие, значительные, из Российской Федерации, где электроэнергия дороже, чем в Казахстане, я вам скажу, что на входе она уже будет, наверное, стоить на границе порядка 25 тенге уже за киловатт. То есть, это очень дорого. И потом по сетям, то есть, она будет достаточно дорогой электроэнергии. Чтобы этого не допустить, по словам Булата Акчулакова, министерство работает над двумя задачами. Увеличением генерации электроэнергии и тепловой энергии, а также над восстановлением сильно устаревших сетей. Во-первых, важно, чтобы у министерства было адекватное введение долгосрочного развития данного сектора. Особенно это важно в условиях интеграционных процессов. Во-вторых, важна позиция наших переговорщиков. Эта позиция должна быть, Булат Уралович, прагматичной, взвешенной и должна быть в интересах Казахстана. И при создании вот этого общего энергетического рынка ЕАЭС для нас важно, чтобы учитывались особенности и приоритеты казахстанского топливно-энергетического комплекса. На первом месте для нас должна быть энергетическая безопасность страны, которая является, понятно, одним из важнейших факторов безопасности государства в целом. Казахстан и ЕАЭС подтвердили намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям взаимодействия. Таков итог переговоров заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлюберде с руководством ЕАЭС в Брюсселе. Во время рабочей поездки глава МИД провел ряд встреч, в том числе с бельгийской коллегой Софией Вильмес и спецпредставителями ЕАЭС по Центральной Азии по правам человека. Тлюберде рассказала о текущей внутриполитической ситуации в нашей стране, и контртеррористической операции, проведенной при поддержке миротворческих сил ОДКБ. Заместитель премьера подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему развитию демократических преобразований. Собеседники выразили поддержку реформам, отметив важность сохранения диалога. В рамках этой поездки прошла также пресс-конференция для европейских СМИ. В ходе своего визита я заверил наших партнеров, международное сообщество, в том, что внешняя политика Казахстана не претерпевает изменений. Мы продолжаем нашу многовекторную внешнюю политику. Мы привержены нашим обязательствам международным, как в рамках различных многосторонних структур, так и на двусторонней основе. И прежде всего мы обеспечим безопасность и инвестиций, и бизнеса зарубежного в Казахстане. Со своей стороны они выражают поддержку нашим конституционным институтам, власти в Казахстане, а также приветствуют дальнейшие политические и экономические реформы президента Касымжимар Татукаева. В Казахстане завершилось действие режима чрезвычайного положения и комендантского часа. Все это время продолжали работать блокпосты. Сегодня их демонтируют. Исключения составляют регионы с красным уровнем террористической опасности. Роза Сатканова расскажет подробнее. В Казахстане с сегодняшнего дня отменили комендантский час. Здесь сняли 28 блокпостов и открыли все въезды и выезды. Всего в период режима ЧП было задержано 962 человека. Из них больше 250 арестовали. Сейчас ситуация в регионе стабильная. Ежедневный патруль несут наряды полиции и военнослужащих. За последние сутки режим ЧП нарушили еще 14 человек. На пульт дежурного полиции поступило свыше 100 звонков. Мы призываем всех жителей региона не поддаваться провокациям, соблюдать закон и порядок. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность. Сняли блокпосты и на западе страны. Однако полицейские продолжат работать в усиленном режиме. Тщательная проверка документов и досмотр транспортных средств. Под особым контролем съемные квартиры, брошенные дома, хостелы, дачные массивы, рынки, СТО, зимовки и другие отдаленные объекты. Будет особое внимание обращаться на изъятие огнестрельного, травматического, холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. А в Жамбулской области, несмотря на прекращение действия режима ЧП, блокпосты продолжают работать. В регионе до сих пор сохраняется красный уровень террористической опасности. Поэтому 28 блокпостов в области будет работать до 25 января. Проверка жителей автомобилей, передвигающейся ночью, будет продолжена. Россатканова, Райхан Джибаева, Анастасия Сулейманова, Хабар-24. В Алматинской области население передает полиции найденное на улицах оружие. К примеру, в Талдукургане 11 пистолетов Макарова и автомат Калашникова обнаружил житель Куксуйского района. О своей находке он сообщил стражам порядком. Еще один пистолет около торгового дома подобрал и издал в полицию местный житель. Установлено, что мужчины в массовых беспорядках не участвовали. Огнестрельное оружие в данный момент проходит специальную экспертизу. В целом, количество изъятого у подозреваемых и собранного у жителей оружия достигло 160 единиц. Почти в 9 миллионов тенге оценили ущерб, нанесенный от травм во время массовых беспорядков. Больше половины этой суммы составляет урон, причиненный зданием областного Акимата и площади Исатая и Мохамбета, где проходил митинг. Похищенные из Акимата имущества оценили в 2 миллиона тенге. Также пострадал владелец столовой и магазина, которые располагались в здании. Убытки бизнесмена превысили полмиллиона тенге. Украдены ноутбуки из Управления сельского хозяйства и внутренней политики. Похищена сумка госслужащего. По словам хозяина, там находилось 60 тысяч тенге. Кроме того, злоумышленники похитили государственные символы. Планируется восстановить ущерб в рамках имеющегося бюджета. В Таразе стали известны подробности гибели во время массовых беспорядков участкового инспектора 1-го отдела городского управления полиции Рахата Сланбекова. Трагическую историю поведал коллега погибшего, который остался в живых. 6 января. Здание областного Акимата охвачено огнем. Противостоять штурбующим попытались полицейские. Вместе с участковым инспектором Рахатом Сланбековым на месте оказались еще двое коллег. Среди них Олжаст Олегенов. Полицейские рассказывают, что когда приблизились к толпе, вооруженные участники беспорядков без предупреждения открыли огонь. Полицейские, находившиеся в машине, получили тяжелые огнестрельные ранения. Нурсултан сказал, что его ранили в спину и ему больно. А Рахат сидел на заднем сидении машины. Повернувшись, я увидел его без сознания. Мы отвезли Рахата в областную больницу. Там он скончался. На машине насчитали 14 пулевых отверстий. Одна из пуль попала в грудь капитана полиции Рахата Сланбекова, лишив его жизни. Он был очень хорошим парнем, всегда держал свои слова и отличался храбростью и мужеством. Подвиг погибшего полицейского не остался незамеченным. Указом главы государства Рахата Сланбекова посмертно наградили орденом Айбын второй степени. Награду вручили семье погибшего, так же, как и ключи от трехкомнатной квартиры. Он доказал свою преданность родине. Рахат отдал самое ценное – свою жизнь. Пусть его дети будут счастливы. Без кормильца остались мать полицейского, супруга и пятеро детей. Анастасия Сулейманова, Руслан Хатила, Тарас, Хабар, 24. И о событиях в мире. В мире резко вырос уровень безработицы из-за коронавируса. И ситуация не стабилизируется в ближайший год, считают эксперты. Между тем, многие государства столкнулись с дефицитом рабочей силы. Чтобы решить проблему, в Великобритании, к примеру, сократили срок самоизоляции для инфицированных ковидом. А в Австралии отменили плату за визу. Об этом подробнее в нашем международном андайджесте. Эмид Девениш, владелица ресторана. Ее заведение, как и другие в Великобритании, понесло значительные убытки. Причина – острая нехватка рабочей силы. Люди, заразившись коронавирусом, не могут выйти на работу до окончания карантина. Потеряны сотни заказов, десятки посетителей. Мы собирались организовать рождественскую викторину, а позже провести здесь свадьбу. Но все пришлось отменить. Это были очень важные для нас недели. Омикрон вызвал коллапс на многих фронтах. С дефицитом персонала столкнулся не только общепит, но и магазины и медучреждения. За пару месяцев вирусом заразились около 5 миллионов жителей королевства. Это 12% трудоспособных граждан. В связи с этим британские власти сократили срок самоизоляции для инфицированных до 5 дней. Это поможет выйти из кадрового кризиса, надеются в правительстве. Австралийские власти в этом вопросе пошли дальше. На зеленом континенте, где также столкнулись с нехваткой сотрудников, временно отменят визовые сборы для путешественников, студентов и трудовых мигрантов. Так в правительстве намерены привлечь в страну около 200 тысяч иностранцев. Из-за стремительного распространения варианта омикрон на предприятиях не хватает рабочих рук. Это уже повлекло за собой дефицит поставок, что вынудило крупные магазины ввести ограничения на покупку товаров первой необходимости. Мы отменим плату за студенческую визу для всех, кто обратится за ней в следующие 8 недель. Также мы отменим плату для подателей заявлений на получение туристической визы на следующие 3 месяца. Мы хотим, чтобы вы приехали в Австралию, путешествовали по стране и помогали нам в секторе сельского хозяйства, гостиницах и других отраслях, где не хватает персонала. Увеличение числа пациентов с ковид нарушило работу государственных и частных служб во многих странах. В результате пандемии растет и инфляция. Так в еврозоне за год она увеличилась до рекордных 5%. Борьба с инфляцией – цель наших центральных банков. Правительства должны обеспечить устойчивость валютного курса. Нам необходима стабильность в частном и государственном секторах. Но если в развитых странах нехватка сезонной рабочей силы, то в развивающихся и бедных государствах растет уровень безработицы. Почти миллион 800 тысяч человек остались без стабильного заработка в Таиланде. Уровень незанятости в стране достиг рекордного за последнее десятилетие показателя. Вспышка инфекции привела к сокращению числа рабочих мигрантов из Мьянмы и Камбоджи. Иностранцы также не могут вернуться в страну из-за ковидных ограничений. Неутешительные данные по безработице представила Международная организация труда. Число незанятых в мире в этом году превысит 200 миллионов человек. И восстановится рынок труда не раньше конца 2023 года, отмечают эксперты. По нашим прогнозам, безработица затронет 207 миллионов человек во всем мире. Это на 20 миллионов больше, чем в 2019-м. То есть она составит 5,9%. Кризис продолжается уже два года, но перспективы остаются неопределенными, а восстановление – вялым и непрочным. Темпы восстановления, как заявляют в организации, везде разные. Быстрее оправиться от коронакризиса смогут Европа и Северная Америка. Менее радужные перспективы у стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Стремительный рост цен ожидают соседние России. В первую очередь речь идет о товарах первой необходимости. В Госдоме обсуждают введение продуктовых карточек, а Союз потребителей призывает ввести их в срочном порядке. Государство пытается заморозить цены через договоренности с ритейлерами. Репортаж Дана Нуржан. Союз потребителей России призвал власти ввести продуктовые карточки для бедных граждан, так как государство не в состоянии сдерживать рост цен. Возможность субсидировать покупку продуктов обсуждают и в Госдуме. По подсчетам одной из аудиторских компаний, за чертой бедности живут 25 миллионов россиян, или каждый шестой житель страны. Эта цифра в два раза выше официальных показателей, согласно которым бедными признаны порядка 12 миллионов россиян. Разница из-за методики подсчетов. Помочь тем, кому наиболее тяжело справиться с ростом цен. Кто это? Это самая бедная часть населения. А кто у нас самые бедные? Это даже не пенсионеры уже. Это семьи с детьми, где на одного работающего приходится большое количество, наибольшее количество иждивенцев. Более 40% россиян вынуждены экономить на всем во время пандемии из-за роста цен, согласно опросам. В России продовольственная инфляция по итогам прошлого года, согласно официальной статистике, оказалась ниже среднемировой – 10,8%. В прошлом году местные власти пытались договориться с торговыми сетями о заморозке цен на продукты первой необходимости, такие как растительное масло и сахар. Однако мера оказалась неэффективной. В этом году после проверок антимонопольной службы тройка крупнейших ритейлеров предложила ограничить наценку на продукты до 10%. Однако экономисты говорят, вместо заморозки цен лучше ввести субсидии гражданам на покупку еды. Целевая помощь гражданам гораздо эффективнее, чем заморозка цен на продовольствие, поскольку мы понимаем, что заморозка цен в условиях глобальной инфляции просто приведет к дефициту тех или иных продуктов питания на полках магазинов. Мы видели, что было в первой половине 2020 года уже, когда цены на некоторые продукты питания просто в разы росли. Я вот лично был свидетелем, мы с телекамерой одного из телеканалов просто прорвались на склад одного из сетевых магазинов в Москве. Там, так сказать, игречки просто палетами. Все стояло, в торговом зале ничего не было. Введение продуктовых карточек в России обсуждают на официальном уровне уже 8 лет подряд. Пять лет назад власти даже запустили пилотный проект в регионах, однако быстро его заморозили. В 2017 году Минфин сказал, денег нет. Ну, это, я не знаю, может быть, в то время было острое положение. Сейчас мы видим, что это не так. И, конечно, начинать надо и гарантировать надо, в первую очередь, самым нуждающимся. Союз потребителей предлагает выделять самым нуждающимся россиянам, по его подсчетам это около 14 миллионов человек, 10% от прожиточного минимума. На это понадобится около 200 миллиардов рублей в год. Предполагается, что ежемесячная помощь должна составить 1200 рублей в месяц. Это примерно 7 тысяч тенге. Очень дорого все. Выходим, смотрим, что подешевле. Что можно купить на 1200 рублей в месяц? Ничего практически. Два килограмма мяса нормально. Это очень мало. Вы что? У меня в месяц выходит, ну, 1017 на еду. На еду. Так что за 1200, что там купить? Ну, кусок мяса по 500-600 рублей, два килограмма всего. Нарушения в логистических цепочках из-за пандемии, продуктовые контрсанкции и прошлогодний неурожай специалисты называют основными причинами стремительного роста цен, который продлится и в 2022 году. К примеру, российские кондитеры уже заявили о повышении цен сразу на 20% с 1 февраля. Дану Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар, 24. Вернемся в Казахстан. Мониторинговую группу, которая будет отслеживать цены на продукты, создали в Шемкенте. Проверять она будет социальные магазины, получающие продовольствие из местного стаб-фонда. Цены на картофель, муку, подсолнечное масло и другие товары не должна там быть выше предельной нормы. Отмечу, продукты первой необходимости в социальных магазинах продают по ценам на 10-15% ниже рыночных. Что касается самого стаб-фонда, то, по словам специалистов, запаса продуктов в нем достаточно. В случае безосновательной торговой наценки на продовольственные товары в отношении малых субъектов рынка предусмотрен штраф в размере 10 МРП. В отношении средних 70. Крупные же торговые точки в случае завышения цен будут привлечены к штрафу в 300 МРП. Конечно, сначала предприниматель отделается лишь предупреждением, но при повторном нарушении административная ответственность неизбежна. Другим темам в Атраусской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот. В селе Сагиско-Злакогинского района, по словам фермеров, животные отказываются от воды, корма и резко теряют весе. На сегодняшний день в селе инфицировано около 90 голов крупного и более 100 мелкого рогатого скота. Ветеринары взяли необходимые пробы. Экспертиза выявила инфекционный ринотрахид и вирусную диарею. В целях локализации очага заболевания с 31 декабря в селе Сагис введено ограничение. Объявлен запрет на вывоз, продажу и убой скота. В связи с выявленным заболеванием в селе объявлено ограничение. На местах уже приступили к дезинфекционным работам. Проводится вакцинация здоровых и лечение больных животных, которое, кстати, дает положительный результат. К этому часу нет ни одного падшего скота. В других населенных пунктах района заболевание не выявлено. Вспышка заболевания крупного рогатого скота зафиксирована и в Западно-Казахстанской области. В семи сельских районах заболели более 2000 голов. Еще порядка 500 под наблюдением ветеринаров. Биологические пробы направлены в Национальный центр комитета ветконтроля в столице. Выяснилось, что скот в Чингерлаусском и Сырымском районах также инфицирован ринотрахиитом. По остальным районам результатов лабораторных исследований пока нет. С начала заболевания падежа среди крупного рогатого скота не было. Эпизоотическая ситуация находится под наблюдением ветеринарных специалистов. В настоящее время в связи с регистрацией вспышки ящуря в Карагандинской области и Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации для профилактики ящурю в области мы от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан запросили вакцины на вакцинацию и ревакцинацию всего поголовья КРС, мелкого рогатого скота, а также свиней в количестве 3 миллиона 994 тысяч доз. В Карагандинской области авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла жителей Балхаша. В городском окемате пояснили, порыв произошел на участке с истекшим сроком эксплуатации. Коммунальщики проводят ремонтно-восстановительные работы. Порыв планируют устранить в течение дня. Отмечу, что это не первая авария этой зимой. Износ тепловых сетей, по данным местных властей, составляет 80%. Чтобы капитально отремонтировать отопительную систему города, нужно более 5 миллиардов тенге. В прошлом году было выделено 600 миллионов, в текущем свыше 450 миллионов. Отменить технический осмотр автомобилей просят депутаты Можелисы. По их словам, при передаче этой сферы в конкурентную среду предполагалось, что удастся избавиться от коррупции. Однако этого не произошло. В запросе на имя главы правительства Можелисмен Айконхануров привел пример пресечения работы преступной группировки, которую организовали сотрудники комитета транспорта. Без фактического техосмотра они подделали 260 тысяч диагностических карт на миллиард тенге. В целом же по стране обнаружили 28 фирм, которые существовали на бумаге, не располагали помещениями, оборудованиями и специалистами для проверки автомобилей. Депутаты считают, что техосмотр в Казахстане превратился в формальную процедуру, которая приводит к ненужным тратам граждан и не влияет на безопасность движения. В Шемкенте начали расследование в отношении начальника местной полицейской службы. Его могут освободить от должности за превышение должностных полномочий. Заявление на офицера написал один из подчиненных, командир роты. По его словам, начальник регулярно заставлял его покупать для него дорогостоящие вещи. Полицейский по этому поводу также написал рапорт в МВД и предоставил следствию все доказательства. И к этому часу у нас все. Далее эфир продолжит программа «Новый курс». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...